Добрый день всем! На нашей передаче, которую мы еще не знаем, как назвать, мы собрались, чтобы обсудить одну интересную тему. Тема будет касаться жертвоприношений в Священных Писаниях. Но вначале я хочу представить того, кто будет нам давать пояснение. Я уже заметил, он хорошо понимает них. Нерия. Нерия из Бат-Яма. Что такое Бат-Ям мы знаем. А что такое Нерия? Твое имя Нерия. Как давно у тебя это имя Нерия? С рождения. То есть ты из бывшего СНГ или бывшего Советского Союза, но твое имя Нерия еще оттуда, да? Да. Я родился в Средней Азии, в Казахстане. Жил в Самарканде. Я жил в Семипалатинске. Закончил школу в Семипалатинске. И я там назывался не Нерия, а Нерие. Потому что у бухарских евреев Камат считается как О, а не А. Как здесь. И все абсолютно были. Саша, Маша, Паша. А я был Нерие. Я был как белой вороной. Все были... На белую ворону ты не сильно похож. Ты больше похож на очень черную ворону, но не важно. Так вот. И я ненавидел свое имя. Не любил ту страну, где я жил. И в 18 лет я первый раз приехал в Израиль. И сразу полюбил эту страну. Потому что мое имя, оно на иврите, как звучит, Светоч Божий. Я похож на людей этой страны. То есть я стал чувствовать себя как рыба в воде в этой стране. И более того... И Нерие изменилось на Нерия. Нерия, да. Потому что Камат здесь считается как А, а не как О. Так вот. Я что хочу сказать, что по приезду в Израиль я начал читать Слово Божие. И через это Слово Божие я увидел самого себя. Как? В Визикилии 3 часа и глава с 20 по 26 стих там есть пророчество, что Бог возвратит свой народ из четырех концов земли в Эра Цисраэль. И когда уже народ Израиля будет верить в Эра Цисраэль, только тогда Бог поменяет сердце, поменяет разум и даст Духа Святого. И это то, что случилось со мной. Я жил в бывшем Советском Союзе. Я Бога не знал, Его не служил и не хотел знать о Нем ничего. Но когда я приехал в Израиль, Бог просто открыл понимание Слова Его. И я начал изучать и понимать. И более того, я начал даже и учить то, что я делаю сегодня. Слава Богу, если быть более конкретными, есть два пророчества на тему возвращения в Израиль. Одно из них, как ты прочитал в Иезекииле, я верну вас и очищу ваше сердце. Есть другое место, которое говорит, я рассею вас и вы призовете меня и я верну вас. В каком из них мы точно не знаем, но то, что ты рассказал и показал про себя, я полностью согласен. Первое, то, что ты процитировал, когда мы жили в Советском Союзе, мы не взывали Господу вообще. В истории еврейского народа был этот вызов к Богу, когда они были в Вавилоне. То есть Бог рассеял их в Вавилон. И когда они призвали Бога, например, пророк Даниил четко молится в 9 главе о возвращении народа Израиля обратно на Сион. И то пророчество сбылось тогда. Но когда мы, вот последняя Алия, последние 100 лет, приезжали сюда абсолютно атеисты, которые Бога не знали, не служили и не хотели знать. Единственная секта, которая не признает сегодня сионистское движение, это натурает карта. Почему? Потому что они признают Тору как абсолют, но не пророчество. А Тора нас учит, 26 глава Левит и 28 глава Второзакония, они дают условие, что если вы хотите жить на этой земле благословенно, вы должны веровать и служить Богу, соблюдать все митсвот Торы. И поэтому на Троекарте говорят, народ Израиля, он живет во тьме. Он не слушает Богу и он не прославляет Бога, соблюдая все заповеди Господни. И поэтому мы не можем жить на этой земле. Понимаете? Да, да. Но они игнорируют то пророчество. Потому что они игнорируют то пророчество, которое говорит, я верну и очищу вас. Но все равно, Нерия, я должен сказать, во-первых, я рад слышать твое мнение, но у нас здесь много мнений бывает. И одно из мнений, одних я призову сюда и очищу, но есть достаточно много людей, которые получают призвание там и узнают Господа, и узнают пути Бога Израилева. И уже как... Безусловно, нельзя Бога и его пророчество вставить в какие-то рамки. Он работает превыше нашего разума и нашего понимания. Ну, вообще интересно, как имя связано с жизнью, и что ты живешь здесь. Мы знаем, что у тебя сколько детей? Шесть. Шесть детей, жена, ты преподаешь, твоя жена учится, я знаю, да? И я могу сказать, как вы справляетесь со всем этим. По милости Божьей. Да, по милости Божьей. Я знаю, что у тебя были определенные проблемы со здоровьем. До сих пор. И до сих пор. И почему я спрашиваю это, потому что было, я знаю, что сейчас это не так жестко стоит, но многие раньше очень сильно верили в доктрина преуспевания, когда если ты верующий, если ты безгрешный, то ты и здоровый, и богатый, и прочее. Но я хочу сказать, что эта вещь уже сегодня не столько актуальная, и я хотел бы, наверное, ободрить людей, которые смотрят нас, что не всегда в жизни все случается так, как бы нам хотелось самым лучшим путем. Но когда мы в слабости находим силу, чтобы служить Богу, то мы исполняем то, что в нас вложено. И это, наверное, опять-таки связано с твоим именем. Нерия. Светить. Светить от силы Господа. Ладно, сегодня у нас тема. Да. И тема достаточно сложная и простая одновременно. Сложная, потому что большинство людей в ней мало разбирается. Тема о жертвах. И очень много верующих в Иешуа, в Иисуса, в русском языке, в Иешуа Машеха, зная какие-то места из Нового Завета, обычно говорят, окей, сегодня вопрос с жертвами не актуален. Жертвы, они были тогда, и как написано, в некоторых местах Нового Завета являлись прообразом Машеха. В нем они все закончились. Когда я слышу такое утверждение, то я даже где-то соглашаясь с ним, вспоминаю вещи, которые не вполне срастаются. Допустим, апостол Павел, который многие аспекты священных писаний знал получше, чем мы. Но мы видим, как он уже, будучи человеком, верующим в Иешуа, идет в храм и приносит жертвы. С другой стороны, мы знаем, что в пророках есть обетование третьего храма. Во многих христианских интерпретациях это храм Антихриста или еще чего-то. Я вообще не верю в это. Я допускаю, что должен быть человек, Антихрист и прочее, прочее. Но тот храм, про которого говорят пророки, и из-под храма течет вода, и оживляет, и все, и все. И я не думаю, что это деяние рук Антихриста. Это божественное откровение. Очень сложно понять его. Но там есть интересное место, что Бог восстанавливает левитское служение, призывая левитов с разных концов земли, обновляя в них желание служить Господу. Как будто одно из мест, когда восстанет священник Суримом и Тумимом и прочее, прочее. Опять жертвы. И я понимаю, что, наверное, есть какое-то пересечение, а может быть и нет. На самом деле этот диалог, я пока как диалог, я когда как монолог говорю, но сейчас мы дадим тебе слово. На самом деле он очень как бы грузит даже еврейское сообщество. Существует в иудаизме полемика по нужде жертв. Сейчас нет, потому что храма нет. Но, допустим, Рамбам, Мушемаймонид, очень известный раввин, который является одним из серьезных апологетов иудаизма, говорит, жертвы для Израиля были даны по исходу из Египта, чтобы народ не пережил шока. Типа там они привыкли к жертвоприношениям, и когда они выходят, пусть они как бы этим еще практикуют. Но постепенно целью Творца было отстранить Израиль от заклания баранов, и козы, и овец, и так далее. Ему не согласно, не соглашаясь с его мнением, рамбан говорит другой раввин, очень авторитетный. Нет ничего подобного. Жертвы, они очищают. Написано и совершится, и очиститесь. Давай мы сейчас подойдем, чтобы нам рассказал вопрос вообще жертв. Откуда они? Что они? Какие они? Связаны они с праздниками, с какими-то праздничными датами? Или в обыденности они приносились? Мы хотим услышать больше и понять эту ситуацию. Есть пять категорий жертвоприношений. Первая, это если мы откроем книгу Левит в первой главе, в третьем стихе, первая категория это жертва всесожжения. Жертва всесожжения приносится также и на праздники. И если человек хочет угодить Богу, он это делает из чистого сердца, приносит жертву всесожжения. И смотря какой у тебя статус. Если ты богатый человек, ты приносишь подороже животное. Если ты бедный, ты поменьше животное. А если ты совсем нищий, ты приносишь горлиц. То есть жертва всесожжения это жертва благодарности, которая приносится на праздники, но может приноситься и в будниках. Когда человеку пожелается воздать. С чем ее можно сравнить сегодня? Сегодня у нас нет жертвоприношений. Когда не стало храма в 70-м году нашей эры, тогда Йоханат бен Закай собрался в городе Явне, и они решили, что жертва заменяется, кровяная жертва заменяется добрыми делами, молитвой и... Задокойной. И вздокойной, да. Скажи мне... Пожертвованиями, да? Скажи мне. Денежными пожертвованиями. Хорошо. Йоханат бен Закай. А как это в формате Нового Завета увидеть? Посмотри, Новый Завет, он говорит, что искупление, исполнение всех жертвоприношений было сделано на кресте Голговском. Потому что Йошуа, он последняя жертва в круге, в годовом цикле всех жертвоприношений. Первая жертва, если ты помнишь, была, у народа Израиля, первая жертва была Песах, пасхальный Агнец, и последняя жертва тоже пасхальный Агнец. Моя дочка всегда смеется с меня, когда я говорю Песах так же, как и ты. Она говорит, папа, не Песах, Песах. Песах, да. Но у нас, у кого русский язык это, мы все равно Песахаем. Вообще это Песах. Песах, да. Так вот, жертва всесожжения, это жертва, которую тоже можно увидеть нашего Господа Йошуа, потому что эта жертва делается вне храма. Окей. Понимаете? Так же, как и Йошуа, был вынесен за пределы города, там он был распят. Где она сжигалась, или она не сжигалась, а она... Она сжигалась, там, где выносится пепел, застанно. Есть две жертвы, которые происходили вне стана. Жертва всесожжения, жертва красной, пара дома, жертва красной телицы. Но это другой разговор. Окей. Мы сейчас немножко услышали про жертву всесожжения. Хочешь, что-то расширить что-то на эту тему? Теперь, следующая жертва, это жертва мирная. Когда у тебя есть... Подсказывай, какое место... Вторая глава, первый стих. Третья глава, первый стих. А вторая глава это хлебная. Первый стих. А всесожжение... Это первая глава, третий стих. Да. Вторая глава. Первый стих это хлебное приношение. Хлебное жертва. Что это такое? Тоже человек приносит хлебное приношение, или он испекает это, или на сковороде это делает, или запекает. Любое хлебное приношение тоже человек приносит от чистого сердца. Что с ним делали в храме? Есть несколько видов хлебного приношения. Например, в 5 главе с 11 стиха, 6-5 глава, они говорят, жертва за грех. Жертва за грех. И там идет такая иерархия. Если ты богатый человек, ты приносишь бучка. Если ты бедный человек, чуть поменьше, ты приносишь козла или овцу. Если ты совсем бедный, ты приносишь горлицу. Но если ты совсем нищий, ты приносишь десятую часть ефы. Ефы это 24 килограмма. То есть 2,5 килограмма шеницы. И выпечены. Солят. Нет. Солят. Первосвященник берет одну горсточку, выбрасывает на кровяную жертву. Там написано ище. То есть на кровяную жертву, которая на жертвенники. И тот человек, который принес эти 2,5 килограмма, его грех покрыт. А все остальные, вот эти 2,5 килограмма, священник берет себе. То есть он покрывает. То есть наш Господь Бог, он понимает, что есть иерархии в нашем обществе. Есть люди богатые, есть люди немощные, есть вообще нищие. И даже если ты нищий, Бог тебя не отвергает. Он дает тебе принести вот эти 2,5 килограмма этой пшеницы, чтобы часть этой пшеницы пошла за твой грех, а остальную часть священник берет себе. То есть есть возможность принять спасение для всех. Для любого. Для любого человека. То есть это прообраз спасения. Кстати, это очень напоминает систему еврейской ацдаки, которую ты говоришь, что в первые века после разрушения храма было установлено как замена жертвы. И в ацдаке говорится, что норма ацдаки это десятая часть от твоих доходов. И только очень богатые люди могут дать больше, или человек, который болен смертельной болезнью, может дать треть от своих доходов, чтобы взыскать милости Божьей. На самом деле эти вещи очень важно знать, наверное, тем, кто слушает нас, потому что очень часто идет выдавливание денег. Дайте еще, дайте еще. Кто пожертвует тысячу долларов, у него будет золотой снег на голове и прочее, прочее. На самом деле Господь знает наши кошельки и ограничивает наши пожертвования десятой частью, говоря, остальное благословлю. Да и то и здесь нам очень важно быть очень сбалансированы, не нажимая на давай, давай, давай. Давай, а Бог так устроил, послушай, подчинись, почувствуй себя удобно. Ну давай вернемся. Итак, первая это жертва всесожжения, вторая хлебная жертва. Хлебное приношение. Хлебное приношение. Потом жертва мирная. Да, чем она, чем она, это третья глава, первый стих, эти жертвы, его жертва мирная и так далее. Расскажи нам ее схему приношения. Если мы с тобой как бы заключаем какой-то мирный договор, мы делаем мирную жертву и едим. Также на праздники приносят мирную жертву. Но это нужно было в храме делать? Да, все жертвы. Окей, но если мы с тобой делаем какой-то договор, и мы живем с тобой в Греции. Смотри, Тора, она рассматривает тот факт, что мы уже вышли из Галуты и идем в Родцы Сраэль. То есть на священном месте, которое изберет Господь, там принесите жертву, съешьте ее части, дайте священнику. Теперь, если ты помнишь, когда Хана, да, в первой главе книги царств, Хана, мама Самуила, то есть они приходили каждый год приносить мирные жертвы. Свои десятин. Да, да, да. И с кем они делали договор, когда они приходили? С Богом, потому что там написано, когда ты выйдешь из земли египетской, ты будешь приходить и приносить жертвы и говорить, вот мой отец был армянин, и он вывел меня из Египта, вот я сейчас приношу свои десятины. То есть, и здесь вот эти мирные жертвы. Также во времена праздников, как я уже говорил, десятины, тоже есть мирные жертвы. Следующая категория жертв, это четвертая глава, это жертва за грех. Четвертая, пятая, шестая глава, это жертва за грех. И седьмая глава, это жертва повинности. Окей, поясни нам разницу. Теперь, в иврите есть такое понимание башгага. Хэт башгага. Окей. Когда мы говорим слово грех, мы должны посмотреть на иврите слово грех. Как будет на иврите? На иврите есть множество выражений, есть хэт, есть овон, есть пеша. Хэт, хэт это армейский термин, когда есть у тебя цель. Да, и ты промазал. И ты промазал. То есть, слово грех, это ты промазал. Так вот, если ты промазал нечально, то у тебя есть возможность принести всевозможные жертвы. Окей. Да, а если ты промазал специально, тогда нету никакой жертвы, чтобы Бог тебя опростил, потому что ты спланировал грех, и ты его применил. То есть, это к этой теме говорится в Новом Завете, место, которое говорит, что человек, делающий произвольный грех, не имеет покрытия жертвы Машеха. То есть, когда он делает... Не, 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 не совсем, не совсем. Бог понимает наше состояние нашего падшего человека. Человек, он пал, да, духовный, физический. И Бог, даже тогда, когда была Тара, все равно дает шанс спасению абсолютно всем. То есть, даже если человек совершил умышленный грех, то есть, настроился, пошел и что-то сделал, к сожалению, мы знаем, что грех бешгага, то есть, просто произвольный, это вещь, которая случается с нами, возможно, чуть ли не каждый день, когда тебя кто-то разозлил, и ты отреагировал резко, написано в гневе, да не заходит солнце и прочее, прочее. Таких грехов у нас целая масса. Но мы знаем, что некоторые грешат умышленно. Умышленно. Даже веру... Так боят рома. Умышленный грех боят рома. Но Бог даже и такой грех прощает. Один раз в году он дает день... Покаяния Йом-Кипур. Йом-Кипур. Йом-Кипур, первосвященник, один раз в году заходит святая святых и покопляет кровью сначала за себя, за себя, а потом заходит за весь народ, приносит жертву. Умилостивление этого козленка. Один козленок отпускает целая за зель, а другой козленок приносит в жертву кровяную, и с кровью этого козленка он заходит в Мехаперн и покрывает грехи всего народа Израиля. Хорошо. Но когда Давид согрешил с Версалью, он в 51-м псалме говорит, какую жертву я могу дать? Нету. Нету ничего, чтобы можно было умилостивить тебя. То есть это как раз таки из этой песни. Если человек грешит произвольно, то нету никакой жертвы, которую могла бы покрыть. Только нужно ждать целый год, пока пройдет Йом-Кипур. То есть Давид ожидал этого Йом-Кипура? Да. Потому что... Смотрите, с Давидом вообще другое дело. Потому что этот царь, который имел полностью сердце, посвященное Богу. И Бог видит эти сердца. Если Саул, например, который тоже грешил и тоже каялся, но почему-то Бог его не принял, потому что Бог видел его сердце. А с Давидом совсем другое дело. Он тоже грешил, но он каялся. И Господь принимал его покаяние. Нерия, я думаю, тема царя Давида очень интересная. Я поставлю ВИ над этой темой, и мы к ней вернемся. Эта тема объемная. Я часто размышляю о ней. Машиах, Бен Давид. Давида бы сегодня ни в одну общину бы не взяли. По уровню тех грехов, которые он совершил. Но этот человек был назван любимцем Бога. И много-много чего связано с ним. Все мессианское царство, на самом деле, связано с старем Давидом. Но давай мы вернемся к жертвам. И я бы хотел немножко, чтобы ты дал нам более медуяк. Более точно пояснил жертвы за грех и жертвы покаянные. По винности. По винности. Расскажи нам, пожалуйста, побольше на эту тему. Так вот. Когда мы читаем жертву за грех. Давайте почитаем несколько стихов. И тогда все прояснится. Сказал Господь Моисей, 4 глава, с 1 стиха. Говоря, скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке, против какой-либо заповеди Господней. И сделай что-нибудь, что не должно делать. Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца, без порока, Господу в жертву за грех. И так далее. И там идет по иерархии. Если ты носи, если ты знакный человек. Это уровень жертвы. Это уровень бедняк. Теперь понятно. Если ты жертва за грех, если ты сделал нечаянно. Теперь 7 глава, с 1 стиха. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколать на том месте, где закаляются все сожжения. И кровью кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук. Курдюк и тук, покрывающий внутренности. И обе почки. И там он перечисляет. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности. Закон 1. То есть, здесь идет речь о том, что жертва за грех и жертва повинности, она как бы перекликается. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которое он приносит, принадлежит священнику. То есть, здесь идет речь о жертве повинности, если человек согрешил, и он осознает свою вину. Но это не говорится про Йом-Кипур. Нет. То есть, некоторые грехи, которые человек совершает осознанно, их можно было, не дожидаясь Йом-Кипура, заняться ими очиститься. Это называется жертва умилостивления. Хорошо. Ты просишь прощения у Бога, и Бог соглаживает твой грех. Жертва, то есть, грех башгага, грех, который происходит нечаянно, это чаще всего вещи, связанные с импульсивностью нашего характера или с какими-то обстоятельствами. А вот грех, который мы делаем умышленно, но который можно все равно было в те времена прийти в любой день и принести жертву в зависимости от своего санной позиции. Скажи нам, какие грехи это предусматривало? Теперь смотри. Если ты едешь в машине, и нечаянно ты задавил кого? Человека. Человека. Теперь, ты не планировал хэд башгага. Ты нечаянно, ты их не хотел. Ты вроде соблюдал дистанцию, ты соблюдал все. Даже мороз по коже идет от такого примера. Ну да. Но если ты выпил 100 грамм водки и сел за руль. Водку нельзя пить. Я говорю к примеру, то когда ты пил водку, ты понимал, что ты берешь на себя ответственность. И когда ты сел за руль, ты уже грешишь, потому что ты не должен садиться за руль в пьяном виде. Окей. То есть это уже, и когда ты осознаешь, что это ты делал, тогда ты приносишь жертву повинности, потому что ты понимаешь, что ты виновен. Хорошо. Про водку, про машину, про задавленного человека мы поняли. А давай ты нам приведи, может быть, пример. Из Библии. Нет. Нет, 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 не из Библии. Из Библии мы знаем много. Ну, приведешь нам из Библии тоже пример. То есть ты хочешь сказать, что он спланировал убийство Урии. Но, я думаю, за такой грех ему придется ждать Йом-Кипура. А мы говорим о чем-то, о чем можно было бы сегодня покаяться и очиститься. Приведи вот такого-то уровня бытовую ситуацию. Ну, смотрите, в Евангелии нам говорят, что жертва Иисуса, она очищает абсолютно любой грех. То есть тебе не нужно знать Йом-Кипура, потому что у Ефесяна 2 глава, что Ишуа своей плотью разломал ту преграду между евреями и неевреями. И сейчас любой человек в любой точке земного шара имеет доступ к святая святых. И мы можем иметь прощение грехов, если мы приходим к Богу с чистым сердцем. Я не очень понял, в чем связь ломать преграду между евреями и неевреями, и к Богу приходить. Потому что храм, он делился на несколько частей. Было святая святых, куда заходил только первосвященник одиннадцать годов. Потом было святое место, куда заходили Куаним. Потом было место для Леви. Потом Кляль Истраэль. А потом... Язычники. Потом женщины, а потом язычники. Окей, сломалась преграда язычник, он заходит прямо в мужскую часть еврейской части. Не только. Он может заходить в святая святых, куда первосвященник входит. Я боюсь, Нерия, что я с тобой не согласен. Ты можешь быть не согласен, так говорит Ефесян. Я могу. Как я понимаю, в Ефесянам говорится немножко про другое. И я уважаю твое мнение. Я понимаю из послания к евреям, что Иешуа является первосвященником Небесной Скини. И он заходит туда, в то настоящее святое святых. А у нас есть статус священников, которые могут заходить как бы в присутствии Господа, на уровне левитов, заходящих там, где столы предложения и жертвенные эти. Но вопрос нас сейчас не об этом. Я хочу вернуться. Скажи нам пример жертв. Пример грехов, которые подпадают под момент жертв невинности. У меня часто, когда я бываю, особенно за границей, меня спрашивают. Вот написано в Писании, есть жертва к греху, есть жертва к смерти, есть жертва не к смерти. Вот такие моменты. Это Иисус говорит в Англии от Матфея. Люди интересуются понять, окей, где же я, вот я сделал что-то. То есть понятно, что через Иешуа Машеха мы можем получить любое очищение. Исаия 53 глава, интересно говорит, опять вернемся к грехам, там написано, что Он понес и наш хет, и овон, и пеша. То есть три вида разного уровня греха Он взял на себя. То есть самые-самые-самые сложные. Если мы в раскаяние приходим, мы понимаем этот момент. Но я все-таки хотел бы, чтобы и те, кто смотрит нас, могли услышать, что же я делаю, что называется умышленным, но не очень серьезным, которым можно было бы... Когда мы изучаем Евангелие от Матфея, там мы видим переломный момент в 12 главе, когда лидеры еврейские называют Иисуса, что Он делает эти чудеса силой Вильзевула. И Он говорит, когда вы, говоря так, у вас уже нету как бы прощения, потому что вы делаете хулу на Духа Святого. И вот это грех не имеет прощения. Что этот грех значит? Когда ты не принимаешь Божью природу, то, что Он пришел и сделал это спасение. Машиеха, не пример. Машиеха, да. Я уважаю этот пример, но не этот пример я тебя спросил. Грех, который человек делает осознанно, и за который он мог во времена храма, вот сегодня понедельник, сегодня он согрешил, а завтра во вторник, и он шлишил, и он пошел и перенес жертву. Какой грех? Он нацелился и отпустил своего вола, чтобы он пожрал плоды у соседа? Он таким образом нацелил соседу, потом раскаялся и потом принес жертву? Это в этой области подходит? Нет, нет, Тара, она четко говорит, если ты как бы бросил гранату своему соседу, и полдома у него не осталось, ты не можешь отмазаться только прощением. Да, ты должен восстановить ему еще заплатить денег. Он должен возместить ущерб обязательно. Но жертва повинности, это когда ты осознаешь свой грех, и ты приносишь эту повинность. Повинность ты приносишь не только за свой грех, но также и ты даешь священнику, который стоит на проломе между тобой и Богом. Субтитры подогнал «Симон»